Всем доброе-предоброе утро, Боряки! Идем домой после работы, немножко поздно, потому что там кушать хочется. Святая страстная неделя. Народ идет. Я сегодня потопу в рубашке. И в очках машинных джинсики. Мои с бусинками сегодня одела, красивый. Голову надо было, конечно, помыть сегодня. Я все смотрю, никого тут нет. Чарлис без поводка. Он мне любитель поглавкать. Моя в очках пришла машинных. У меня в машине двое очков лежит, потому что я все время забываюсь дома. Но потом я их, естественно, приношу домой. Сейчас буду разогревать суп вчерашний и кушать. Будем супчик. Да. Вкусняцкий. Что-то приготовила мусорку. Ой, одежду в мусорку. Она там уже вообще не годная. В туалет туда-сюда гоняешь. У нас ритуал. Как всегда ритуал. В общем, сейчас переоденусь. Ой, мне вчера муж принес. Смотрите, у нас ветер опять поднялся. Смотрите, что принес. Смотрите, какие помидоры. С огорода. Вкусно, как пахнет. Апельсин. Здоровые вот помидоры. Домашние. Какой-то друг ему дал. Поэтому он говорит, я завтра приду, прям разрежу этот помидор напополам. Посыплю сови и буду вот так есть. Помидоры не люблю, но как он рассказывал, мне прям даже кушать их захотелось. Тапки мне большие, поэтому, смотрите. Поэтому и двоими шлингами шлингами даю. Блэм, 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 блэм. У меня тут все закрутилось. Но нифига не увидели, да, свет. Ладно, хватит болтать. Я так кушать хочу, что пипец какой-то. На пляж приехала ветрище. Страсть какой. Холодно, ветер холодный опять. Задолбала погода. Полгода плохая погода. Нет, в принципе нормально. Не так холодно, как до этого было. Ну, конечно. Подружка тут на пляж приехали. Она говорит, вчера хорошо было, а сегодня уже невозможно лежать. Загорать. Хотя в городе вообще ветра нет, их очень хорошо. Страсть куда-то побежала без меня. Машины ездят. В общем, так как мне нужно было в Алькампу, сейчас в Алькампу поеду за фруктами разными. Хотя арбуз мне в Меркадоне нравится. Вот еду, думаю, как бы мне это совместить. Ну и думаю, все равно в Алькампу поеду. Тогда уж и на пляж заеду. С Чарли погулять. Там мы не идем по набережной. Там очень много детей, они же сейчас отдыхают, каникулы. В общем, бегают там, вон маленькие. Ань, которые бегают, Чарли, с ними хочет бегать, гавкает и пугает ребятишек. Блин, да, конечно, погодка. Люди все равно на пляже есть, сидят, мерзнут. В общем, поеду в Алькампу. Вам покажу что-нибудь интересненькое засниму. Не знаю. Мои продукты. Мне, в принципе, только фрукты нужны. Ну, так, естественно, там что-нибудь еще какую-нибудь фигню прихвачу, как всегда. Ай, гуляем. Ай, гуляем. Тележек внутри нет. Смотрите, кто-то забыл пакет на тележке. Пошла внутрь. Моя рыба смотрит. Сладкая. Сейчас приду. В общем, внутри тележек нет. Пришлось выйти на улицу. Взять тележки. Народу, что ли, дофига? Вот я хотела в 4 пойти. Нет же, дотелилась до 6, до полседьмого. Теперь, Оксана, ходи с народом. И опять я стою перед большим, огромным выбором. Ну, это какой-то пипец. В общем, хочу ананасик взять. Как вы думаете, вот этот спелый. И кокосовое молоко делать пиньо каладо. Я возьму вот этот. Будет вкусно. Клубникой пахнет. Пойду за клубникой. Ой, а еще не спера там, не шмала продается уже. Может быть, взять попробовать. Но у нас собака дорогущая. Яблоки ли гажат? Ой, мягкие такие. Такие не люблю мягкие. Я люблю яблоки, чтобы они хрустели. Апельсины мне притащили. Так. Яблочки вкусные. Вот смотрите, почем она. 3,69. Вот тут штука. Ой, что-то вообще совсем дорого. А, нет, 2,70 вот это. Тут мало. А эти 3,69. 4 евро. Такие дорогищи. Подождем, когда подешевеет. Пойду за клубникой. Пахнет неимоверно. Рыба. Я не могу найти обычное сало, чтобы оно было не соленое. Мне сестра дала рецепт сало засолить. Но оно, блин, везде продается соленое. И хоть ты убей. А я хочу свежее, чтобы засолить сало. Но, блин, все соленое. Так вот, сало не засолишь. Пипец. Я думаю, у меня не будет такой проблемы. С салом. Фикушки. Хрен найдешь. Несоленое сало. Тут мясо разное. В общем, нету сала. Куда бежать за салом? Пойду за молоком. А вот кефир мне надо взять. На окрошку. Окрошечку хочу. Вот я молоко взяла. Ведерко черники. Оно подешевело. 5 евро вот это ведро. Лимоны, бананов, ананас, клубника. Смотрите, здесь сколько много всяких кефиров. Вот что такое. Какой-то прям непонятно какой. Кефир. Раньше кефира, представляете, не было где-то. Может, лет 5 назад никакого не найдешь. А сейчас прям... Даже помните в бутылках такой? Ну, корови интересны. С этими. С черной смородиной. Класс. Что только нету. Может, попробовать взять. Дорогущий собак. Обойдемся. А вот, смотрите, евро. Такая малявочка с клубникой. Йогурт. Из этого. Из овцы. Представляете, я никогда не пробовала молоко овечье. Мне кажется, это такая бяка. Тут что. Это тоже кефир. Это козий кефир. О, какая банка. Большая. 3 евро стоит. Обалдеть. Столько много. А, вот, смотрите, новый кефир. Такого не было. Обычный. Надо же, от Нестле. Обалдеть. Взять, попробовать. Обычно вот были вот такие. Со всякими добавками. А это прям обычный. И евро 43, конечно, стоит. А, ну, стоит так же, как и вот этот. Возьму, попробую. Окрошку я сейчас буду делать часто. Поэтому... Вот это вот как творожки у нас вкусненькие. Типа, типа, Донисима. Такие пяти свиньи. Ну, типа, для детей. Но я раньше любила так им баловаться. Сейчас как-то не очень. Я вот это вот все покупаю. Потом у меня стоит. И я все выбрасываю. Кроме вот этого. Вот это мне нравится. Это тоже творожок. С вешенкой там внутри. А вот эти все йогурты. Муж мне притащил тофи. Вот этот. Очень вкусный. Но что-то он у меня стоит. Не пошел. Ой. Так, кефир взяла. Что мне еще-то надо? Яйца есть. Колбаска не нужна. Ну, пойдем, посмотрю. Пройдусь по ряду. Может, что-нибудь надо еще. Вот что я тут приобрела. В общем, кокосовое молоко. Обычное молоко. Это булочки мужу. Он любит с тыквенной начинкой. Релакс, естественно. Себе чай попить. Мне так в магазине захотелось газированной воды какой-нибудь, знаете. Такой гадости, типа фанта. Я вообще люблю очень фанту. Но мой желудок не переносит эту всю гадость. И поэтому пришлось отказаться от всяких кока-кол, фант. В общем, вся гадость. Мой желудок сказал, иди ты в баню. И купила себе обычной газированной воды. Такая вкусная, кстати. Вообще суперская. Ватные дистки. Это тоже мужу. Типа сальтисон наш. Сальтисон, видите, похож даже. Он такой любит. На ужин ему. Много банан. Это Платано де Канария. Канарские бананы. Они шли с офертой. То есть с предложением. Почти на евро дешевле. И взяла много. Авокадо. Который дуб дубом ему надо лежать. Много лимонов. Наверное, скоро уже. Не скоро, а надо лимонад делать. Потому что уже пришло время, я так думаю. Кефир. На окрошку вот взяла такой попробовать. И такой. Про кефир я вам уже рассказала. Что он что-то прям много появляется. Разных видов. Ананас, чтобы сделать. Пиньо Калада Ора. Ой, сейчас. Зубную пасту. Потом. Ну, два творожка себе взяла. Я клубнику сегодня на ужин забацаю. Ну, просто клубнику. А эти вместо семечек будет у меня. Знаете, чтобы семечки не грызть. Блин, как она пахнет. Это просто пипец. Там еще яблоки у меня есть. И все, в принципе. Ну, лук вот такой я слила. Только из-за зеленых вот этих стволов. Чтобы в окрошку забацать. Рыба моя кушает, кушает. Теперь мне стоять здесь и стеречь его. Чтобы он поел. И то так вот, знаете. Хочу, не хочу. Думает. В общем, вот такие вот у меня покупочки сегодня. Мясо ничего не купила. Все это есть. Сейчас буду варить яйца на окрошку. Картошку. И что туда еще надо? И все, и больше ничего не надо. И завтра себе у меня будет окрошка. А мужу мясо какое-нибудь достану. В морозилке там его дофига. Ему мясо. Потому что он окрошку, я уже говорю. Не знаю. Может и будет. Может предложу ему завтра. Может тут с удовольствием, знаете, поест. Фиг его знает. Чем черт не шутит, как говорится. Вот. Буду сейчас стоять. Тут пока не поест. Ти кусаешь там что ли? Ну кусай, кусай. Ням-ням. Он у меня такой едок. Была бы я таким едком вообще. Очень мало ест вообще. Если я уйду с кухни, он тоже уйдет. И плевал он на эту еду. Ладно, буду разбирать все это. Что в холодильник, что туда фрукты. И поставлю варить картошку с яйцами. Мой ужин. Кокосовое молоко. И ананас. Там у меня марятся яички. Я их помыла, кстати. Очень хорошо смыла. Чтобы 150 раз не это. А вы варите яйца вместе с картошкой? Не знаю. У меня всегда варили. Яйца вместе с картошкой. Знаете, что забыл? Трубочки купить. Твою дивизию. Я же люблю такие вещи с трубочек пить. Ну и завтра в Америкадону поеду за арбузом. Что-то в Алькампу не было арбузов. Представляете? За арбузом. И что-то еще. Ай, и тунец мне надо в банках купить. Консервированный. Мне оттуда нравится. И как бы мне не забыть про трубочки. Ну, посмотрим. Ладно. Буду ужинать. Кто так здорово живет? Конечно же, мой Чарли. Ему прям вообще лафа. Да? Ну, кого еще так любят? Ну, никого больше так не любят, как я, моего Чарли. Это же моя любовь. Мое счастье. Да. Моя рыба такая. Я уже ходила в душ. Удалила всю растительность на своем теле. Не обошлось без аварии. Вы знаете, раньше пользовалась эпилятором, который электрический. Вот этот вот. Но у меня порог боли очень слабый. И мне всегда было очень-очень-очень-очень больно. Поэтому я забросила это дело. И обычным станком пользуюсь. Потому что я не переношу боль. Я не знаю. Мне все больно. И зачем себя мучить, правда? Конечно, держится дольше с тем эпилятором. Но я предпочитаю, чтобы мне было не больно. Блин, чайник никак не вытащу. Чем страдать, не такие переносить. В общем, сейчас буду пить чай релакс. Заварю вот такой. Взяла какой-то... Ой, спать уже охота. Вообще пипец. После души так расслабилась в горячей воде. И все. И все, он заклонилась. Сейчас выпью релакс. И так релаксну. По телеку, как всегда, ничего нет. Нечего посмотреть. Не знаю. Посмотрим. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас еще среда. Среда. Вообще, по идее, за послезавтра у всех выходные. Но не у меня. Я, знаете, такая дурочка. В общем, все у меня спрашивают. Когда я работаю, я всем говорю. В четверг не работаю. В четверг не работаю. И у меня уже столько клиентов. Что я там, наверное, до вечера буду? Иной раз такая. Сегодня там журналистка. Я такая, ты когда, типа, закрываешься, я говорю, не только в пятницу. А в четверг открыто. Я тогда приду. Думаю, блин, зачем я ей сказала? Ой, по своей этой добротекой душевной, как говорится. Ну, никуда уже не денешься. Ой. Вот так вот. Будут все отдыхать, а я пахать. Ну, ничего. Мы эти праздники ждем целый год. Главное, чтобы дождика не было, а дождь передают. Ладно, хватит болтать. Встретимся завтра. И посмотрим, что у нас там будет. И как мы проведем этот день. Всего вам самого лучшего. До завтра. Всем пока-пока.